Сегодня помощь необходима и одному из самых любимых мест отдыха ростовчан. Благоустройство Зелёного острова не пошло ему на пользу, считают городские активисты. Тревогу бьют дендрологи. Большинство высаженных ранее кустарников и деревьев погибло. Знают ли о проблемах чиновники Пролетарского района Ростова и как собираются исправить ситуацию, расскажет Юлия Бабакова. На Зелёном острове от Зелёного постепенно остаётся только название. Благоустройство, начатое ещё год назад, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вместо цветущего оазиса – выжженная пустыня. Так должен выглядеть можжевельник. Яркий, красивый, но на Зелёном острове картина абсолютно другая. Кустарник превратился в обречённое растение, ветки которого очень легко ломаются. Активисты обращают внимание и на фонари, и на туалеты, и на волейбольные площадки без сеток. Но сейчас главное – засохшие растения. Мы считали можжевельники. Засохло три четверти можжевельников. Еле некоторые засохли. Можно посмотреть кустарник найти засохший. То есть всего где-то сто растений засохло. Дендрологической экспертизы ещё не было. Но надежды на то, что сухостой вновь зацветёт, нет. Сотня кустарников отправится на свалку. Специалисты предполагают несколько причин гибели растений. Возможно, не было качественного ухода, а может, саженцы были плохими. Но склоняются к тому, что условия посадки растений оказались неверными. Недостаточный полив, затянутая пересадка саженца и неправильная агротехника в результате и погубили флору. И это при том, что можжевельник, долгожитель и в городской среде растёт хорошо. Грунт в основном из песка. И он очень проницаем для воды. То есть при поливе растения вода не задерживается в корневой системе. Она уходит через песок ниже. И таким образом растения не успевают получить необходимое количество воды. И опять же начинается гибель. В мэрии говорить о жухлых растениях отказались. Но на беспокойство активистов отреагировала в соцсетях администрация Пролетарского района. Пишут, что весной зелёные лёгкие острова обновят. Главное, чтобы не просто обещали, а сделали без предыдущих ошибок, добавляют активисты. Юлия Бабакова, Эдуард Петренко, Игорь Залунин, Вести, Дон.